Доброе утро, мои дорогие зрители! Мое утро началось с чего? Видите, я творила пюрешку. Для чего это сделала, сейчас я вам покажу. Так, ну и заодно посмотрим, что там за погодка у нас. Как там наши соседи? Одеты тепло, значит, еще не так уж и жарко. Цветочки цветут и пахнут. Мои тапочки, половички перестираны. Я все достираю после того, когда у меня гости. Так что можете приходить ко мне и не бояться, что вы заразитесь чем-нибудь. Так, теперь идем на кухню. И показываю, что здесь. Тут у меня сбор машинки посудомоечной. Вот сыр, кошар. Обычный сыр, вот такой специальный, который муж покупает на базаре. Сейчас я это все перемешаю и... И испеку пирог. Вы догадались правильно. У меня закончилась бумага. И я решила попробовать на этой, да, как получится. Экспериментирую вместе с вами, пожарится или нет. Духовка моя греется. Сейчас я буду готовить пирог на утро. Вот такой рецепт я увидела в интернете. И решила сама попробовать. Хачапури с картошкой. Будет очень вкусно все, сытненько. Вот, приступаем готовить. Еще о чем хотела поговорить, потом с вами поговорю. Так, в пирожку я добавила чуть-чуть перчик красненький. Черного у меня нету. Вот это все перемешиваю. Но не все использовала. Тут очень много. Вот сделаю такой один большой пирог из моей лепешки. Из моего теста. Ну, посмотрим, что из этого получится. Буду закручивать его, как хачапури. Всем привет. Жмей ее здесь, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить котеньку. Ну, как у нас проходит праздник. На отношениях в семье нужно работать. До встречи. Так, я решила весь сыр использовать. Так, следующий этап. Смотрите. Раскатала свое тесто. Все туда. Полностью переложила. Делая так вкусное. Все сыры. Все решила вместе смешать. И сейчас вот так вот я буду. Вот так вот их собирать. В кучу. Как хинкаль. Видите? Собрала. Вот так делаю. И теперь вот. Точечкой. Пирог наш. Так нежненько. Нежненько. Раскатываю. Пирог с картошкой называется. Не знаю, как мой муж отреагирует. Он мне же эксклюзивный. Прочитала вчера ваше сообщение. По поводу... Ну, в старом виде, когда родилась моя внучка. Конечно, многие из вас не понимают. Кто-то там меня обвинил в неискренности. Но почему я скрывала? Знаете, что это семья моей дочери. Она мне запретила. Поэтому я и скрывала, и не говорила никогда про нее. У нее другая история. Сейчас все хорошо, слава Богу. Но все-таки... Почему вы должны на меня обижаться за это? Я... Посмотрите, пожалуйста, в моем сообществе. И то есть у меня есть все данные обо мне. Вот на канале, когда я пишу, есть данные в канале обо мне. И там я давно писала. У меня четверо детей, внуков. И я во всех постах своих, на Фейсбуке, везде писала, что у меня четверо внуков. Я никого никогда не обмала. Просто я не застряла на этом внимании. И не... Ну, как говорится, не объясняла, каким образом и что. Зачем я буду говорить, когда я рожу? Тогда я буду рассказывать. А это дочь мне запретила о ней говорить. Все. Говорю по факту, что так и так случилось в моей жизни. Мне кажется, я искренне перед вами всегда. И тут не на что обижаться. Пирог. Такой пирог у меня получился. Конечно, если бы у меня было яйцо, я бы его обмазала сверху. Но, к сожалению, у меня нет. Я только помазала сливочным маслом. Оно пропеклось все-таки на этой, я смотрю. Бумаги не подгорело. Но будет такое. Что есть, то есть. Надо выживать в любых ситуациях, в любой обстановке. Вдруг у вас нет хлеба. Вот, у меня был кусок теста. Картошка и все. Прекрасно будет. Да, оно эстетически может выглядеть не так красиво. Но зато вкусно. Приятного вам аппетита. Только что попробовала кусочек. Кушло очень вкусно. Внутри картофель и сыр. Приятного вам аппетита. Будем кушать. Всем привет, друзья мои. Привет вам от Мавиша и Шейкер. Мне так приятно читать сообщения, когда вам нравится. Как я, когда я показываю своих птичек. Они действительно такие прикольные. Особенно вечерами. Что вытворяют, когда летают на свободе. Мавиш, знаете, что мы закрываем же здесь занавески. И Мавиш садится туда и зовет ее. Она в другом, она в этом месте, допустим. Он там перекликивается, разговаривает. Все обкакивает у меня. С утра у меня уборка идет активная. Но, в принципе, то, что они дают нам насчет этих какашек и перышек, и от корма мусор. Это такие маленькие заботы по сравнению с тем, что они нам дарят. Вы смотрите, где моего красивого такого мальчика. Сейчас у них, что идет сейчас у них? Мавиш как любит камеру. Мавиш любит камеру. Он с ума сходит за камерой. Ну, смотрите, какой он у нас развитый. Она пока еще не понимает. Позавчера они у меня купались. Им так понравилось. Я впервые Мавиш проявил желание искупаться в хамаме, который ему устроил Машка. Ну, вот так вот сижу я. Утро начинается у меня с таких приятных птичек. Хотя я уже и йогу сделала, и кофе выпила. А Шкам сегодня, кстати, проснулся в 6 часов. Я в 8 просыпаюсь, смотрю, никого рядом нет. А он, оказывается, уже и позавтракал сам. И ушел на работу. Пришел, ушел. Вот такие вот дела, мои дорогие. Вы знаете, что расскажу вам кое-что. Тут у нас такая возможность появилась обучиться мне риэлторству. Наша одна из подружек сейчас курсы хочет провести. Я подумала, что у меня не будет никаких проблем даже. Но я думаю, а почему? Чего-то знать – это плюс. Тем более, это бесплатно. Почему бы не пойти? Ну, нужно каждый день ходить, конечно, до обеда сидеть. И теория, и практика, чтобы вместе совмещать. Я когда пришла, рассказала эту идею Мулю, он категорически против. Он не хочет, чтобы я работала. Мне, с одной стороны, это очень понравилось, потому что я почувствовала себя за мужем. Я всегда как-то раньше в жизни принимала решения сама. И мне никто не мешал. Да, вот я подумала и сказала, а мне тут так встало сразу неприятно. А потом я поняла, что мне это нужно было, когда мне скажут мужчина «нет». Он и так много мне говорит, да, во всём том, что я делаю. Кстати, что я делаю, я вам сейчас покажу. У меня была такая… Ну, конечно, конечно, я каждый день рисую, просто вам не показываю. Это благодарность, это, знаете, какая тема была насчёт моего гражданства. Кстати, я вам говорила или нет, рассказывала. Мне позвонили из Грузии в один день. Я не заметила, что это грузинский номер. Потом посмотрела в кабинете у себя и увидела, что, оказывается, мне приглашают на собеседование. Ну, какое собеседование сейчас, это для меня нереально. У меня другие планы на лето. И поехать туда очень большие деньги нужны, тем более в Тбилиси ехать, да. Хотя я сделала доверенность на дочери, но дочь сейчас после Кесарева, естественно, никак не может это всё сделать, поехать. И мы думали, что будем звонить им и просить об отстрочке. И вдруг они, порисовала этот рисунок, звонят мне на следующий день и говорят, что вам назначили собеседование с 17 мая. Я так обрадовалась, всё решилось самым благоприятным способом. И вот нейрографика ещё раз работает. На какие-то такие желания рисуйте. Рисуйте, если не умеете, учитесь. Если не знаете где, пишите мне, я вам лично пришлю, где можно обучиться бесплатно. А сейчас что я делаю? У меня такая юбка, костюм у меня зелёного цвета. Сейчас, наверное, на камеру серого цвета. И когда я её купила, у меня было около 70 килограмм, наверное, да, не скрывать. И когда я похудела, у меня вот прям настолько, да, настолько, то есть талия падала на бёдра. Ну, и она была такая раскрешённая вся, висела на мне, как на вешалке, можно сказать. И я решила после сарафана, решила её привести в порядок. И посмотрите, как я это сделала. Я уже ушила её. Решила эти, вот настолько я, значит, где-то с полтора сантиметра, три сантиметра я ушила с двух сторон. Ну, здесь внизу по два, потому что она у меня так, не нравился такой фасон какой-то такой, бабулькин. Я же молодая девочка, хотя и бабушка. И я, значит, что сделала? Я распорола всё, пришлось распаривать абсолютно всё. и заново собирать юбку, то есть пошила. Ну, смотрите, мне что понравилось, какая я умница вообще. Я делаю всё, как надо, всё, как надо. Смотрите, я добавила сюда вот что. Да, чтобы оно было так красиво и не растягивалось по всей длине. Вот что я сделала. Сейчас я вчера, смотрите, мне надо уже ушить талию и подкладку. Подкладку я потом застрочу, тоже её уменьшила. А вчера я вот закончила. Смотрите, с одной стороны, вот вчера у меня такой день. Но я же не только этим занимаюсь, у меня же ещё бизнес, да? Вот я сделала одну сторону. Вот, покажу вам так аккуратненько. Нет, а столько тут строчек было. Тут ещё сверху строчки. Ещё же такая ткань, что незаметно. Пришлось повозиться, но зато это какой-то опыт у меня. И вот осталось подкладку там дошить. Я в конце уже сделаю. И вот чем я занималась вчера, мои дорогие друзья. Всё по плану. Потом у меня идёт следующее, конечно. Я хочу поношить. Мне так нравится. Хотя и трудно вот это вот сейчас видеть. Всё надо полностью, две половинки этого пояса распаривать. Но я просто кайфую. Значит, это моё, правильно? Ну всё, я пошла тут. Сегодня я решила сварить себе линегрет. Яйца сейчас отвариваю, чтобы их накормить. Смотрите, смотрите на них. Они целуются. Я же кем принёс им ещё какой-то камень, вот такой специальный кальций. Ты такие у меня сладкие птички. Они целуются. 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 Мавиш. Мавишок. Пошла я, друзья мои. Наговорила вам тут, наболтала с утра. Оказывается, с красной чечевицей сколько можно чего приготовить. Вот эту тарелку я сейчас несу соседке, так как она мне неделю назад тоже принесла. Что вы думаете? Это куфте из красной чечевицы. Но я приготовила также и салат винегрет. Попробую ей отнести, покушает она или нет. Мы посмотрим потом, и что вообще скажет. А это, сейчас к свету включу, я приготовила для нас. Что-то у меня сегодня с утра, смотрите, половина третьего. Я так ещё никогда рано не готовила обед, ни ужин, ничего, как это у нас. Потому что Ашкем мой встал в 6 часов, сейчас он пришёл в 12, где-то в час он пришёл и спит, храпит себе, похрапывает. А я загорелась таким большим желанием чем-то угостить. Думаю, боже, ну, вроде бы у меня всё так голубцы доели вчера. Думаю, что-нибудь такое надо приготовить. И вот я целый день вожусь, вот мою посуду горячей водой моей. Здесь вот у меня остался винегретик ещё, лучок у меня свой из грядки. Этот я поставлю в холодильник. Здесь у меня всё в процессе уборки. Пойду отнесу и пока горяченькие кефтешечки. Понравилось, у неё глаза округлили, что я принесла ей кефты. Я сказала, мне так понравилось, как вы нас приготовили, что я тоже решила повторить ваш рецепт. Сейчас я ещё что-то такое готовлю, поэтому покажу сейчас вам. Здесь у меня йогуртовый суп, по-другому и называют яйла-чорба. Рисовая основа, йогурт, яйцо, мука. Рис сначала нужно отварить. Очень легко делается, очень вкусно. А это я пожарила отдельно, разогрела сливочное масло, добавила мяту, ложку такую огромную и перец. И всё, оно сейчас закипит и всё. Друзья мои, решила приготовить пораньше, потому что вот меня ждёт моё шитьё на балконе. Никак я не могу за него взяться, но думаю, сделаю и обед. Потом у меня будет зумба сегодня обязательно, надо пойти в 8 часов. Аж кем проснётся, кушать есть. Так что вот, такая идеальная жена, мои дорогие. Хочу с вами поделиться интересной информацией. Может кто-то из вас захочет зарегистрироваться на каких-нибудь биржах, купить себе монетки, криптовалюты, то я рекомендую и предлагаю по моим ссылкам, которые будут написаны и указаны в каждом видео в описании. Для чего это нужно, мои дорогие? Если вы будете регистрироваться по моим ссылкам, то вы получите скидки при покупке. Будет меньше комиссия. И какие-то бонусы. Я, не зная этого, зарегистрировалась без. И сейчас очень жалею, повторно невозможно зарегистрироваться. Естественно, на двух биржах я зарегистрировалась по реферальной ссылке. Здесь указаны Bybit, здесь указаны Oxi, также я укажу Binance и KuCoin. Так что, мои дорогие друзья, это очень выгодное предложение и для вас, и для меня. Я почитала вчера комментарий, смешно стало. Все, никак многие не успокоятся про мою дочь, про обман. Друзья мои, я не обязана рассказывать вам о жизни моей дочери. У нее все в порядке, она счастлива. И вот такой период произошел в жизни, что она сказала, что ей не нравится, и ее семье не нравится, что я показываю ее, и рассказываю за нее. И вообще я решила, это мой блог, поэтому буду рассказывать про себя, про моих птичек, про мои цветы, про моего мужа, который храпит, про вот этих сладких зверюшек моих, моих птичек. Вот про них я все рассказывать буду вам. А у дочери, своя семья, своя жизнь. Поэтому пишите, что думаете иногда. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.